Всей нашей жизни. Чего-чего, спросил бы Иисус. Много знать, это не значит еще много понимать. Благословит нас Господь. Друзья, покажи мне, как ты молишься, и я скажу тебе, кто ты и в кого ты веришь. Покажи мне, как ты молишься, и дадишь на все вопросы. Вопрос второй. Молишься ли ты, когда молишься? Научился ли ты маленький концентрироваться? А то мы на колесах, дорогой Господь, и уже раскухи на сковородке, ой-ой-ой. Дорогой Господь, машина, день, ой-ой. Научились ли мы концентрироваться в молитве? Молимся ли мы, когда молимся? Очень важный вопрос. И знаешь, что еще, друзья? Сколько времени в день ты уделяешь самым главным в твоей жизни, Господу? И сколько времени в день? Вторости первого. Я еще раз говорю, Бог создал тебя для общения с собою. Это смысл в твоей жизни на земле, самое главное общение с Богом. А цель в твоей жизни, уже говорили, вечное общение с Богом. И получается, общение твое с Богом, это не просто одно из важных. Это не просто очень важное. Это единственное, главное в твоей жизни. Потому что все остальное вытекает отсюда. Насколько Бога знаешь, насколько Ему жертвуешь, ты ни копейку не дашь больше своей веры. Насколько Бога знаешь, насколько ты для Него живешь. Насколько Бога знаешь, насколько ты для Него служишь. Для незнакомца как-то неохота и жалоба. А для того, кого звонишь, хорошо. Но познать его можно только во время личного общения с ним. Друзья, все, что нужно дьяволу, украсть у нас молитву. Пусть читают вибрию, пусть служат, пусть на миссии ездят, но пусть только не молятся. Это все, что им надо. Однажды Иисус спросил, Иоанна 14,9. Вопрос потрясающий. Столько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня. Столько времени я с вами, и вам до сих пор со мной поговорить не о чем. Столько времени я с вами, вы знаете все про меня, но не знаете меня. Столько времени я с вами, а у вас вся молитвенная жизнь, Господь благословит эту пищу, завтрак, обрет и ужин. Столько времени знаете меня, но только когда реальная проблема, о ком вспоминаете столько времени и до сих пор не знаете меня. Кто он для тебя? Друг, с которым у тебя есть о чем поговорить. Или таинственная знакомость, про которую ты знаешь все и которого не знаешь. Ищет. Я заканчиваю, друзья. Помните момент, когда Иисус молился в Евсе Магии? Первый раз, первый раз Он попросил у них о поддержке. Все 33 года Он помогал людям. Эти 3 года Он всегда помогал своим ученикам. Он говорит поподруствуйте со мною в молитве. Знаете почему? Он понимал там в Евсимании, на него обрушится весь ад, все силы зла, дьявол будет делать все, чтобы он до Голгофа не нашел. У него там вместо вкота кровь лила. Страшное давление. Ему нужна была поддержка, но когда Он подходит в наши молитвы, лучше им были. И Он и будет. Матфея 20 часов. Неужели вы не можете? 1 час. Всего 1 час бодрствует со мной. Господи, проси меня. Уходит, молится, приходит, спят. Уходит, молится, приходит, спят. Это мы, Господи. Но ответь сам себе, сколько раз тебя уже Бог пробуждал на молитву. Ответь сам себе. Когда ты каялся и говорил, все, Бог, обещаю с завтрашнего дня новая жизнь. Ты 2 дня встал, потом не встал, потом встал, потом не встал, потом не встал. Услал на 3 года. Потом хорошую книгу почелал молитву. И говорил, Бог, вот сейчас, в последний раз, клянусь, завтрашнего дня новая жизнь. Хватило на 3 месяца. Опять уснул на год. Это не встал. И однажды Бог меня спросил, а ты, Сергей, а лично ты можешь каждый день хотя бы час мне посвящать? Могу? И легко? Скажите, мы можем 1 час в день на тебя Бога? Таинственная тишина. Можем. И Бог мне сказал, если ты можешь в день 1 час дать мне и не даешь, потому что ты не хочешь, ты не хочешь общаться с тем, про кого отсюда красивые песни спеваешь, тебе не о чем говорить с тем, про кого отсюда красивые проповеди говоришь. Тебе не о чем разговаривать с тем, кто ты не хочешь говорить с твоим спасителем. Не дай Бог об этом Богу услышать. Вот в тот день я не каялся. В тот день я выл к небу и грызу локти. И в тот день я сказал, я сделаю все Бог, чтобы хотя бы этот час был каждый день. Я сделаю, чтобы было больше, чем час, но меньше часа не позволил. И у меня простой девиз. Кто хочет, тот может. А кто не может один час везде Бога, тот просто не хочет. Странное христианство. Не хочу разговаривать с Богом. Вот так хочу, вот так хочу, вот так хочу. С ним не хочу. Господи, куда мы пришли? Куда мы пришли, Господь? И мы ждем Тебя. И мы ждем благословения. И мы ждем силы Твоей. Господи, братья и сестры, я убежден, что многие из нас уже подошли к точке невозврата. Или в нашей жизни произойдут радикальные перемены, или мы обречены на духовную смерть под названием теплое христианство. И миллионы людей уже в этой точке. Мы слышали, но так и не услышали. Нас учили, учили, учили вечной ценности поста и молитве, однако мы какими были, такими и остаемся. Мы закипаем, когда говорят на семинарах о спасении людей, посвященных Божьей любви и милости, однако мы так до сих пор не завоемые души для Господа. Друзья мои, мы знаем силу молитвы, однако обращаемся к ней в самую последнюю очередь. Мы знаем, что Слово Божье имеет ответ на все нужды нашей жизни, однако по-прежнему уповаем на людей и на себя. Господь говорит, ты оставил свою первую любовь. Это Ефесской церкви. Я даже читал послание Ефесянам, друзья мои, это послание наполнено любовью. И через 30 лет этой же Ефесской церкви написано, ты оставил твою первую любовь. Послушай, не потерял, оставил, оставил. То есть я это делал сознательно сам. Сам оставлял, оставлял, оставлял сознательно. Сначала было стыдно, сначала было больно, но потом настолько все затупилось. Одна вот такая маленькая девочка мне сказала, братья Сергей, запиши эту фразу, тебе пригодится. Совесть как хамячок. Я говорю, смысл или грезет, или спит. Пусть лучше грезет, чем спит. Аминь. Давайте мы с вами для молитвы, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова